Музыка Мне подумалось, что с вами следовало бы попробовать обсудить то, что действительно сейчас представляет собой то самое семя, откуда вырастет эмбрион будущего телевидения. Это перископ. Вы, разумеется, знаете, что вслед за перископом сейчас образовалось несколько по-настоящему прорывных, сходных с ним медиа. Я сейчас имею в виду мордокнигу. Фейсбук тоже выпускает подобное же видеостриминговое, будем говорить, отделение, там не надо приложение, все в Фейсбуке. Это серьезный удар. У Цукерберга зрителей гораздо больше. Но это уже не первый. Придется подшивать по периметру. Также, знаете ли вы сервис Блаб? Пожалуйста, посмотрите. Здесь может быть очень-очень перспективное направление. Мы поговорим о Блабе еще. Ну, есть, естественно, Юстрим, есть, естественно, Меркат. Но мы будем говорить о перископе, вот почему. Почему? Самое главное в нашем деле – это то, что телевизионщики называют «последняя миля». Что бы ты ни произвел, какое бы ты оборудование ни закупил, главный вопрос – как твой сигнал, как твоя продукция, как твой контент идет до кинескопа телезрителя. Это и есть «последняя миля». Пример «последняя миля». Федеральный канал, пример «кабельный канал», пример «тарелка», «триколоры», «лентовый плюс». Вопрос «последней мили». Перископ показывает, сегодня старые телевизионные размышления более неактуальны. Вопрос «последней мили» больше не стоит. Любой может включить смартфон, приложение совершенно бесплатное, и происходит массовая коммуникация. Я хотел бы с вами, нет никаких рецептов, я хотел бы с вами поразмышлять в свободной манере, как бы такое старую нашу телевизионную дудочку как-нибудь присоседить к этому новому мощному оркестру 21 века. На основании вот этих месяцев работы в Перископе позвольте поделиться с вами совершенно не рецептами, а собственными размышлениями в отношении того, что, собственно, можно было бы сделать в Перископе, чтобы точно раздвинуть его горизонты. Когда я говорю «Перископ», я имею в виду любые видеоприложения. Посмотрим, в чем эйдос Перископа. Понятно ли слово «эйдос»? Эйдетическая характеристика любой вещи, явления, предмета, человека, чего угодно. Есть категорийная его сущность. Например, что эйдос часов? Часы могут быть напольные, настольные, наручные, настенные. Часы могут быть квадратные, круглые. Могут быть с циферблатом, а могут быть и без него. Что же эйдос часов? Стрелки. Если у вас есть минутная и часовая стрелка, все это уже часы. Хоть бы даже... А, кстати, есть такие. Только и стрелки, и механизмы. В чем эйдос стола? Стол может быть деревянный, металлический. Стол может быть в харчевне и может быть в Кремле. Стол может быть черный или белый. Стол может быть какой угодно, круглый или квадратный. Эйдос стола только в одном. Поверхность несколько приподнята над землей, что дает возможность человеку беспрепятственно добираться до бумаги или до пищи. Это эйдос. В чем же эйдос перископа? Как вы считаете, господа? В чем эйдетическая сущность перископа? Перископ может быть умный, глупый, на 50 человек или на 50 тысяч. Да, пожалуйста. Да, прошу вас. Простите? Все происходит как есть. Информация? Это не эйдос перископа. Коллега, ведь информацию передают и прямые эфирные каналы. И если не дай бог где-нибудь пожар, мы в общем знаем, что может корреспондент. Сегодня вот перед нами камера, она дает в некоторых смартфонах 4К. Поэтому уже не нужны эти гробы. Операторы рады этому обстоятельству. Уже не надо это все таскать на себе. Очень точно сказали коллеги, вот тут. Эйдос перископа. Рецепиент видит то, чем живет информант. Видите, я старыми телевизионными терминами пользуюсь. А ведь тема нашей беседы в том, насколько применимы старые телевизионные методы. Старые – это то, что я устроил. Господи, теперь они уже старые. Ну, слава Богу, дожил. Не умер. Применимы к такому новому делу, как перископ. Итак, Эйдос его в исключительной, запредельной форме доверия, которая объясняется прежде всего вот чем. Чем он живет, тем он и вещает. Сюда же входят, наверное, комментарии тоже. Этот всего лишь усиливает Эйдос перископа. Полное доверие. Эта догадка определенным образом подтверждается хотя бы вот чем. Посмотрите, пожалуйста, на 90% контента в сегодняшнем перископе. Изюмка. Я же вам сейчас покажу мою изюмку. Я цитирую Катю Клэп. Тридцать. Нет, триста или тридцать. Вам виднее. Тридцать или тридцать тысяч фолловеров. Я сейчас покажу мою изюмку. Сейчас, сейчас. Ну, вообще-то у меня ничего нового. Так просто вышло в эфир. Сейчас, сейчас. Изюмка. Вот она куда-то убежала. Как не вспомнить Чехова? Если бы это была моя изюмка, я бы ее изжарил на сковородке и съел. А ей же говорить решительно больше не о чем думает старый телевизиончик. Или еще одна прелесть наша. Я сейчас называю людей, у которых десятки тысяч фолловеров. Например, ну, короче, ребят, у меня были такие тяжелые два дня. Я сейчас еду. Короче, что за машина? Ну, короче, каен у меня. Вот я сейчас еду. Короче, я была так занята эти два дня. Ребят, столько дел было, куда сейчас едешь. А их же так же интересует вот что ее. Куда сейчас едешь? Я сейчас, ребят, еду, короче, там по рекламе договариваться. А потом еду на уроки по технике речи. Вот ты и думаешь, что она там в этой технике речи узнает? Это было бы так смешно, если бы дня было так грустно. Разумеется, если бы мы сейчас попробовали нечто подобное поставить, предположим, в субботу вечером на Первом канале, о котором мы только что говорили, мы бы, разумеется, провалились по рейтингу. Но если мы попробуем нару... Потому что эйдос эфирного телевидения в том, что человек не выпадет из цивилизации. Это эйдос федеральных каналов. Часто слышу вопрос в эпоху бурного развития интернета. Не умрет ли федеральный канал? Нет. Человек, как не умерла же церковь, чтобы не было... А, например, у нас в православной церкви даже и не играет рок-н-ролл, как в протестантской. Мы читаем молитвы, у нас есть канон на том самом языке, трудно сегодня понятном, на котором они звучали 500 лет назад. Почему же это не изменяется? Вот почему. Человеку свойственна аврамическая идея. Человек потеряет сам себя, если не будет знать, что есть кто-то гораздо сильнее, доблестнее, могущественнее и поэтому властнее, чем он. Из пяти мировых конфессий четыре аврамических. Одна только нет, это буддизм. Остальные все подразумевают наличие верховного существа. Ну, в языческом индуизме это и вовсе божество. Там в этом пантеоне заблудишься. У нас это пантократ, у нас троица, вообще, строго говоря. Пантократ, спаситель и святой дух, а в иудаизме Яхвы, Саов. Ну, впрочем, нельзя называть имя Бога в иудаизме. У русского человека это первый канал. Но я не хотел бы обидеть коллег со второго канала, ВГТРК или СНТВ. Человек обязан знать, что где-то далеко-далеко в Кремле до утра не гаснут окна, и кто-то добрый, не курящий, не пьющий, благородный, говорит мзду не берущим министрам, много ли простому человеку от ваших газовых свершений будет? Много. Вот, а надо бы больше. Так теперь больше будет. Это обязаны мы делать, и это мы и делаем. Все остальные передачи лишь наполнение между этими вставками. Мы создаем образ отца федеральными каналами. Без этого человек, по крайней мере, русский человек теряет становой хребет. Если мы говорим о скрепах, вот вам скрепы. Человек в Хабаровске, в Сыктывкаре, догадывается, что есть на свете Москва и этот Кремль, что управляется самая большая страна на свете, потому что это показывают по федеральному каналу. Получается своего рода мистическое действие. Самая большая страна на планете управляется электрическим образом. Поэтому федеральный канал университет. В этом их эйдос. Такие шоу ставь, такие. Кто-то ставит букины, кто-то универы ставит и снимает. Это не важно. Главное эйдос. Эйдос федерального канала – это новости. Вот еще тоже надо сказать, что если мы попробуем вот такую форму доверия, которая является эйдосом перископа, искусственным образом привить туда, где это чужеродный элемент, боюсь, мы потеряем рейтинг. Рейтинг управляет всем. Вот у меня вопрос. А не наоборот ли? Мы начинаем думать, не будет ли попытка говорить о чем-либо по-настоящему содержательном, способном давать результаты в жизни в перископе, бессмысленной попыткой пересадить пальму в заполярье. Вот это то, над чем я сейчас размышляю. Что вы думаете на этот отчет? Может быть, так и надо. Если ты такой умный, и ты действительно хочешь поговорить о пастернаке, ну так иди на канал «Культура федеральной», там и говори о пастернаке. А в перископе ищи свою изюмку. А в перископе езжай за рулем Каены, которую тебе содержатель подарил, на уроке сценической речи. И, наконец, расскажи, как ты колешь ботокс. Потому что тех, кто задает эти вопросы, 30 тысяч, кроме ботокса и силикона, волнует только одно. Откуда же у тебя деньги на этот ботокс? Изюмку и Каену. Но это не в случае Кати Клэп. По-моему, этот человек, ловко ухватив предыдущую формацию, я имею в виду сейчас YouTube, ловко ухватил потребности аудитории, и она, слава богу, в состоянии заработать и сама. Скажите мне, если мы попробуем превратить эти эфиры перископные во что-нибудь путное, не встретим ли мы сопротивление практики, которая прежде всего выразится в том, что мы больше не получим ни одного фолловера. Перископ создан для того, чтобы следить за чужой жизнью. Плюс ко всему задавать вопросы, которые интересуют так или иначе людей. И видеть на то, как человек реагирует на эти вопросы так или иначе. И потом какой-то вопрос может так будоражить аудиторию, что к перископу этого человека придет еще больше зрителей. Хорошая идея. То есть, по сути, Instagram, перископ, они созданы для чего? Чтобы хвастаться своей жизнью, показать, что у меня есть цветы, у меня есть мишка, у меня есть красивые дома, я путешествую и тому подобное. Или реагировать так или иначе и влиять на жизнь того человека, за которым ты наблюдаешь. Почему сейчас интересны те же проекты на экране, не Бигпомбентова, да? Запускали проект похожий в бийске про чувака, который жил в закрытой комнате, и люди просто влияли на его жизнь. Люди хотят управлять другим человеком или как-то вникать в его личную жизнь. Хорошая идея. Мы имеем в виду работу Фрома иметь или обладать, да? Да. Власть – это продолжение, это экспансия своего яна, еще чью-то жизнь. Вот это очень хорошая идея. Это, видимо, тоже ответ на вопрос об эйдетической сути перископа. Скажите, пожалуйста, если недалеко отходить от заявленной темы, а она формулируется таким образом. Коллеги, кстати, вы знаете, чем дилемма отличается от проблемы? Вообще, что такое проблема, а что такое дилемма? В строгой дефиниции – это термины из формальной логики. Союз речевой – это функция, так называется в формальной логике. Вот дилемма – это дизюнкция. Союз – но, или. Влево или вправо – это перед вами так называемая дилемма. Часто путают чайники проблему и дилемму. А вот проблема – это конюнкция. Союз – и. Ребята, все абсолютно, о чем я говорю, можно найти самостоятельно в интернете. И, пожалуйста, все это как следует сами изучите. Это очень интересно, особенно для телевизионщика. Почему – скажу позже. Проблема – это часто в быту употребляющее слово на самом деле имеет строго научную дефиницию в области формальной логики. Проблема – это конюнция. Союз – и. Человек – и зверь. Старик – и море. Море и нефтяные разработки. Вот это проблема. Сформулировать проблему – это уже на 50% решить ее. Всегда, когда практика формулирует проблему где-то внутри себя, она уже имеет решение ее. Надо только докопаться. Какова проблема перископа. Вот это и есть, мне кажется, тема нашей встречи сегодня. Перископ и предыдущий опыт телевидения. И тогда мы должны были бы сказать, над перископом, с тех пор, как мы видим живое изображение, а за изображением следует мысль. Мы должны задавать себе вопрос, а зачем действительно люди смотрят все это дело? Зачем они смотрят телек? Может быть, за этим-то они и смотрят перископ, несмотря на всю кажущуюся революционную новизну. Может быть, дело в этом. Мы на старые, я все буду говорить, старые телевидения, хотя мы совсем не деды. Не каждый из нас дед. Некоторые даже молодые папаши. Надо сказать, что люди смотрят телевизор, первое, за тем, чтобы узнать что-нибудь новенькое, и второе, чтобы утвердиться в стареньком. Ну, то есть, чтобы лишний раз убедиться, что его собственные размышления, идеи, установки жизненные подтверждаются высоким авторитетом. Это характерно для федерального канала. Если мы попробуем человеку что-нибудь внушать, а именно, вот сейчас большинство людей должны утвердиться в собственных престолениях, вот за этим они и выходят в перископ. Дорогие друзья, совсем не то, разумеется, совсем не то, разумеется, такие интересные ресурсы, где речь идет о раздвижении горизонтов познания человека. Но чужие туда не ходят. Мы же говорим о перископе, потому что все, кто здесь сидит, Ребята, вот мой прогноз. Рано или поздно построят профессию, а значит и жизнь на перископе. Нравится это вам или нет? Областные телевизионные центры были построены полвека назад и не в состоянии дать вам работу. Это связано с тем, что федеральные каналы не резиновые, все абсолютно областные студии имеют лишь окна, в частности окна в эфире, например, «Вести 24», и вы все обречены на безработицу. И на Дону, в этом источнике русской свободы, и в прекраснейшем городе Хабаровск одна и та же картина. К сожалению, тот, кто уцепился с зубами за место в телевизионном коллективе, уходит из телевизионного центра только под оркестр, по пути, усыпанным розами, ногами вперед. Ибо в нашей провинции негде было найти себе другое рабочее место журналисту. Только через знакомство. А вот еще можно было, кстати, еще каким-то определенным образом, если ты хорошенький. Они, наверное, все же там хорошенькие. Все. Это так было страшно. Ребята, сегодня у нас другое время. Сегодня у нас перископ. Помянете мое слово. Не может быть другого. Это ваше будущее. Будущее в ваших семей. Кстати, деньги там, судя по всему, будут немалые. Это полностью обеспечит вас всеми материальными потребностями. Поверьте, чем больше лайков, кликов, ретеншин и так далее, тем больше денег будет в вашей семье. Отнеситесь к этому очень серьезно. Вам придется все, что вот сейчас мы с вами наговорим, потом самостоятельно проанализировать и найти собственный ответ на этот вопрос. Потому что от этого будет зависеть ваша работа по выходу из вуза. Это несомненно. Даже уважаемые космонавты нашего видеодела, это в ГИК, кино, ребята, настоящие лучшие телевизоры. Это в нашем классе всеми признано. Это палубная авиация среди нас. И вот почему все на свете в нашем видеоделе описывается повторностью обращения. Что на поверку и есть количество охвата рецепиента. По телевизору все, что безумно интересно сегодня вечером, завтра утром уже в общем может устареть и через месяц об этом никто не вспомнит. Кино смотрят каждое поколение заново и заново. Я сейчас имею ввиду иронию судьбы, конечно. У нас есть три вида телеведущих, если, например, кто-то видит себя в качестве телеведущего. У нас есть телеведущие плохие, средненькие и культовые. Их отличает друг от друга только ответ на единственный вопрос. Кто главный герой передачи? Это я сейчас говорю о старом телевидении. Не о перископе. Сейчас попробуем это переместить в новую реальность перископическую. Этот вопрос вызывает ответ, конечно, я сам. У плохих ведущих их обычно останки напережевывает в течение двух лет максимум. А то и быстрее выплевывает. Они потом идут поливаемые всеми московскими дождями на ходу, шепча проклятие, искренне полагая, что в Останкино все схвачено, продано. Их лучше всего увидеть в качестве ведущих музыкальных каналов. Первый признак плохого ведущего он все время говорит «я». Если такой не дай бог говорил бы с героем пожарного дела, который вытащил ребенка из огня, первым делом такой ведущий скажет «а я даже и не знаю, как я бы поступил в таком случае. Я бы, наверное, не полез ребенка чужого вытаскивать. Я даже не знаю. Вот как вот вы... Я даже не знаю». У нас есть немало на Первом канале таких прекрасных людей, которые о чем бы не шла речь. А вот я, кстати... Вот у меня тоже был такой случай. Вот я, кстати... Это вот телеведущий у нас. И так это скверные. Кстати, их легко заметить. Они подворовывают глазами, где там камера и выбирают наилучшим образом поставленную станину своей фигур. Это обычно видно. Средненький ведущий это тот, который отвечает на вопрос главный герой любой телепередачи. Это гость. Потому что он обладает количеством информации, которая с точки зрения такого ведущего уникальна. Этот наносит меньше ущерб, чем предыдущий. Потому что даже средненький ведущий может, в общем, дать пищу для ума зрителю. Но он действительно полагает, что вот академик, который жизнь построил на изучении философского наследия Гусерля, не может не быть интересным. Публика говно, раз она не интересует... раз она не интересуется агностическим субъективизмом. Как это можно не интересоваться теорией струн? Ну, этот-то хоть слава Богу. Правда, скука. Вот ему расплата. Их лучше всего видеть на телеканале Культура. Вот там им место. Но это полезные люди. Это гораздо полезнее, чем те предыдущие. Наконец, культовый ведущий это тот, который отвечает на это просто главный герой любой передачи. Это зритель, который по ту сторону экрана. И тогда совсем не обязательно он должен читать голым новости, как это было в начале 90-х на одном из московских телеканалов. Голая правда назвала. Действительно, сидела голая стриптизерша и читала новость. Это было очень смешно. Это недолго просто читала, но даже такое. Значит, мы должны отдать себе отчет, что никакому человеку ничего так не интересно, как он сам. Культовый ведущий может иметь дело с квантовой механикой. Он может действительно говорить со знатоком, с синологом об эпохе Шинсихуана в Китае. Но при этом такой человек начнет свою программу с того, что на понятном миллионном языке расскажет, какой прок бедному Савченко Николаю Павловичу, который живет в городе Саранске, улица Ленина, дом 5, квартира 38, сегодня в 8 вечера слушать про чертова Шинсихуана и про его терракотовую армию. Оно ему надо? Хороший ведущий обязательно скажет, убедит его, что если он сейчас не узнает, зачем это было произнотно, затем, кто вкопал этих терракотовых истуканов, он выпадет из цивилизации. Это стоит дорогого. Пленка проматывается в 2016 год. Очевидно, выигрывает тот, кто говорит со зрителем о том, что им по-настоящему интересно. Происходит, правда, странное осеннее каннибальство. Кто смотрел эту картину Дали, знает, о чем я говорю. Это когда два странных объекта едят друг друга ложкой и вилкой. Позвольте, так ведь интересен ты ему, даже не он, нет, он сам, просто он-то сам весь состоит из того, что ему в голову впендюрили целая армия зомбаторов, начиная с федеральных каналов, потом, переходя на кабельные и заканчивая всей этой страшной курьей стаи глянцевых журналов. Кстати, самое страшное, что может сделать ведущий в старом телевидении неперископном, это показать реципиенту, что он умнее, чем он. Тогда не он здесь главный, а это неправильно. Упаси Господь ведущему, задавать вопрос гостю, если, например, речь идет об интервью, которое бы показывало, что вообще-то ведущий лучше разбирается в данной сфере, чем даже гость. Ведущий курсор зрителя, так было в старом телевизоре, чем дурнее, тем лучше. Ну, не настолько же дурнее, чтоб совсем. Есть даже старый американский способ успеха кис. Keep it simple, stupid. дурак, делай это как можно проще. Вот так. Значит, в перископе может быть наверное то же самое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА